Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Суррогаты» про недалекое будущее, в котором люди управляют биороботами, обеспечивающие полную безопасность, но взамен проживающие жизнь вместо них. Мы встречаемся каждый день. Суррогаты, а не мы. Так лучше. Действие истории разворачивается в недалеком будущем. В начале фильма дается ретроспектив событий, которые привели к показанному мировому порядку. За 14 лет до ученые изобрели способ передавать усилия мысли команды управления искусственным манипулятором. Это прорыв в медицине, позволяющий парализованным инвалидам полноценно функционировать. За 11 лет до лучшую мы сообразили, что подобная технология отлично ляжет на любимое человечеством дело – войну. Однако вскоре после внедрения в ряды вооруженных сил роботы-суррогаты стали доступны и для широкой общественности. Люди с радостью используют суррогатов в повседневной жизни, так как это снижает риск заболеваний, травм и при этом дает плюс к видимой внешности. Настроить робота при наличии денег не проблема. Пока пластические хирурги вытирают слезы бедности уведомлениями о выселении, население плавно переходит на повсеместное использование суррогатов. Все это приводит к падению уровня преступности, что само по себе вызывает нездоровые сомнения. За три года до активизируются противники использования суррогатов. Эти люди зовутся дреды, они сродни религиозной секте. По их мнению, негоже человеку отказываться от собственных тел, ведь такими их создал Господь Бог. По стране появляются специальные резервации, свободные от суррогатов, а главным идейным вдохновителем секты стал некто по прозвищу Пророк. Сюжет начинается с поездки суррогата богатого мальчика-оператора в ночной клуб. За машиной с личным водителем увязывается подозрительный байкер. Мажор с красоткой выходит в переулок, где предается страстным лобызанием. Вновь появляется байкер, которого называют мясом. Он не пользуется суррогатом. Зато у него есть кое-что получше – электромагнитная пушка, выстрел из которой выводит роботов из строя, попутно расплавив их платы и окуляры. На расследование происшествия приезжают агенты ФБР Том Грир и Дженнифер Питерс. Они удивлены, зачем их вызвали на банальное хулиганство, когда выясняется, что дорогой суррогат Мажора не зарегистрирован. А это уже серьезное дело. Почти все платы и память роботов оказались уничтожены. Но полиции удается найти оператора зарегистрированного суррогата женщины. Им оказывается толстый извращенец. Он умер в тот же момент, когда сработало странное оружие байкера. Это очень необычно, так как смерть оператора при гибели суррогата невозможна технически. Из памяти его операторского кресла удается извлечь видеозапись последних мгновений жизни управляемого робота. Но посмотреть ее уже не получается. Заканчивается ночная смена. Агент Грир едет домой на метро. В вагоне полно суррогатов. Они идентично покачиваются в такт к движению. Тут же стоят специальные устройства для подзарядки искусственных тел. ФБРовец заходит домой, наполняет стакан водой и ставит рядом со своим настоящим телом в кресле. Более старым по сравнению с суррогатом. Затем он подключается к зарядному устройству и отключается от управления. Натуральный Грир, бродя по квартире, заглядывает в пустую детскую комнату. Когда-то здесь жил ребенок. Но его трагическая смерть внесла серьезные коррективы в семейную жизнь агента. Он подходит к комнате жены, когда оттуда появляется суррогат. Более молодая версия супруги. Грир подкатывает к жене свои крепкие орешки. Но она вежливо отшивает его. Пора бежать на работу. В это же время в колледже Сан-Диего находят труп второго оператора. Им оказывается студент, сын создателя суррогатов доктора Лайонела Кентера. На летучке в ФБР всех причастных к расследованию предупреждают, что информация засекречена. Ни пресса, ни простые люди не должны знать, что существует способ убивать операторов через их суррогатов. Грир с напарницей просматривает запись с кресла Мажора. На видео замечен байкер Мясо. Он достает из кармана куртки какое-то странное оружие. Новая улика позволяет переквалифицировать дело в убийство. Чтобы собрать больше информации, ФБРовцы отправляются к Кентеру. Отец всех суррогатов, после того, как его со скандалом выгнали из собственной компании, избегает общества людей и журналистов. Во время беседы выясняется, что незарегистрированный суррогат принадлежал доктору Кентеру. Сын иногда одалживал у отца новейшие модели. С его ведома, разумеется, хоть такое и запрещено. Эта информация позволяет Гриру предположить, что на самом деле убийца охотился не за мальчиком, а за самим доктором. Подобное предположение заставляет старика рыдать, чего гости, конечно же, не видят. Просто его суррогат застыл, когда связь оборвалась. Тогда агенты идут в офис компании VSI, создавшей под руководством Кентера суррогатов. Вице-президент говорит, что идея убийства оператора через воздействие на суррогата противоречит самой их сути. Роботы сделаны в том числе для того, чтобы максимально обезопасить человека. Множество полевых испытаний доказало – использование суррогатов безопасно для оператора. Грир и Питерс отправляются в инженерный отдел компании. Во время беседы с главным инженером они узнают, что военные привозят на ремонт и обслуживание суррогатов, поврежденных в ходе учений. У некоторых из них оптика также была повреждена, как у жертв таинственного убийцы. Но что куда интереснее, внешних повреждений на этих роботах тоже нет. Следующей локацией в увлекательном квесте по поиску истины становится база военных. Представитель Министерства обороны утверждает, что не существует оружия, способного уничтожать суррогатов так, как в расследуемом деле. Да и не нужно военным оружие, которое можно использовать против них самих. Завершает парад безупречной логики генерал словами о том, что ему необходимо продолжить войну за мир. К возвращению агентов в офис специалисты уже установили личность байкера. Им оказался ранее судимый Дредд, идейный противник суррогатов Майлз Стрикланд. Чтобы отыскать его, Грир с напарницей спускаются в подвал, где находят центр видеонаблюдения. За слежку отвечает Бобби Сандерс, технический специалист, не пользующийся суррогатами. Просто его мозг, по его же словам, работает быстрее, чем железяки. Так он может подключиться к любому суррогату в городе, а в случае необходимости и отключить его, что само собой незаконно. Грир отправляется в город за Стрикландом, которого засекли камеры наблюдения. Вместе с копами он преследует мотоциклиста по улицам города. Тот движется в резервацию Дреддов, где суррогатам показываться нельзя. Загнанный в угол Стрикланд используют на преследователях оружие, и все они погибают, так же, как мажор в клубе. Один Грир успевает отключиться от своего суррогата и выживает, несмотря на повреждения. Подключившись повторно к роботу, которого без связи с оператором оружия не уничтожило, он попадает вместе с вертолетом на территории Дреддов. Отсюда агент продолжает преследование подозреваемого. Но когда он его почти взял, местные уничтожают его суррогат. Правда, позже сам пророк с телохранителями навещает Стрикланда и ненавязчиво интересуется, где оружие. После чего приглашает Майлза на его же похороны. Обессиленного Грира находит жена и вызывает скорую. В это время Питерс попадает под разнос начальства. Инцидент в резервации Дреддов вызвал общественный резонанс. Их с напарником отстраняют от дела, а пострадавшему на службе Гриру даже не выдают нового суррогата. Тогда Грир сбегает из больницы и выходит на улицу лично. Ему немного непривычно ходить, скорость, реакция и рефлексы уже не те. А случайное столкновение с роботом отдается болью в замученном теле. Зато теперь он может свободно разгуливать по территории Дреддов. Сканер металла не засечет ничего подозрительного. В резервации Грир замечает своего распятого суррогата. Милые и набожные люди готовы поступить так с каждым, кто не разделяет их милые и набожные взгляды. Агент попадает на похороны Стрикланда, где пророк прощается с ним. Грир хочет поговорить с пророком, ведь они не виделись в середине криминального чтива. Предварительно телохранители избивают ФБРовца. Так, для профилактики. Глава Дреддов врет, что ничего не знает о делах Стрикланда и таинственном оружии. Но если найдет таковое, то обязательно передаст агенту Гриру. После аудиенции Громилы провожают его до выхода. Там Грира подбирает доктор Кентер. Агент сообщает старику, что убийца его сына мертв. Но этого мало. Должны ответить и те, кто заказали убийство. Вернувшись домой, Грир застает вечеринку. Супруга пригласила гостей. Они употребляют специальный наркотик для суррогатов, выглядящий как разряды электричества. После небольшой ссоры с женой, Грир избивает одного обдолбанного суррогата голыми руками. Из подмодельной внешности проглядывает жуткое металлическое нутро, как будто символ современного потребительского общества, скрывающего внутренние пороки за внешним лоском. Грир уходит, а жена смотрит окулярами суррогата на постаревшую версию себя в кресле. Она отключается и рыдает. Агент возвращается в офис, где начинает гуглить про оружейные разработки VSI. В это же время другой убийца проникает в дом агента Питерс. Он смотрит запись с ее суррогата, после чего убивает женщину и взламывает доступ к ее роботизированной личине. Агент Грир возвращается к военным. Он знает, где находится работающий прототип оружия, убивающего операторов. В обмен на информацию о нем он готов выдать местонахождение. Военные снаряжают отряд в резервацию дредов, но Пророк уже успел отправить своих людей с прототипом на встречу с федералами, а именно агентом Питерс, которая в этот самый момент, взломанная кем-то другим, просматривает финансовые отчеты бюро. Военные прибывают с визитом вежливости в резервацию дредов. Сержант напоминает, что огонь открывать надо только в двух случаях, по крайней необходимости и по людям. Никто не оказывает сопротивления, кроме, разумеется, телохранителей Пророка. Подавив сопротивление, вояки обнаруживают интересный сюжетный поворот. Пророк, то есть лидер антисуррогатного движения, сам оказался суррогатом. Им управлял никто иной, как доктор Кентер, создатель технологии. Питерс встречается с Гриром. Она передает ему официальный отчет, из которого ясно, что начальник отдела сотрудничает с ВСА и покрывал байкера Стрикланда. Грир идет в кабинет босса, где сообщает, что в курсе о его предательстве и планировании убийства Кентера. Начальник хочет вызвать охрану, но агент ножом пробивает череп его суррогату, чтобы получить доступ к данным. Скопировав все на флешку, он выходит из офиса. По его следам уже идут другие федералы. Шеф вызвал подмогу. В подземном гараже Грира ждет Питерс в машине. Они сваливают подальше. Во время поездки Грир узнает код для активации таинственного оружия, после чего оператор взломанной Питерс забирает флешку, устраивает аварию и убегает с полученным от людей пророка оружием. Раненый Грир гонится за ней на разбитой машине, однако влетает в витрину магазина. Угнав другую машину, он звонит Бобби Сандерсу, чтобы тот отключил суррогата Питерс. Однако девушка уже там, держит специалиста на мушке. Бобби успевает предупредить Грира, прежде чем связь обрывается. В подвал спускается группа захвата, но не может ничего предпринять, так как там живой заложник. На переговоры выходит начальник отдела, но Питерс, который управляет сам доктор Кентер, убивает его за своего сына. План доктора заключается в том, чтобы направить оружие при помощи техники спецслужб на каждого суррогата в мире и убить их всех. В это же время Грир прорывается с боем в особняк Кентера. Он хочет найти его физическое тело. Запустив обратный отчет, доктор отключается от Питерс, чтобы поговорить с Гриром. Он рассказывает свой план и глотает яд. Грир подключается к суррогату Питерс. У него есть очень мало времени, чтобы остановить геноцид 98% населения. Вместо того, чтобы разорвать нечеловеческой силой робота на ручнике, удерживающего Бобби, агент зачем-то сам клацает кнопочки по его приказу. Возможно, чтобы без помех осуществить свой собственный замысел, отключить операторов от суррогатов, но самих суррогатов уничтожить оружием в ВСА. План удается на все 100. Сотни и тысячи суррогатов падают замертво посреди улиц. Ошалевшие люди выходят из своих квартир и домов, чтобы посмотреть на реальный мир и распластанных роботов. Агент Грир идет по усыпанному искусственными телами к городу домой. Он заходит в комнату к жене, но ее там нет. Она стоит в детской, смотрит в окно и плачет. Они обнимаются, пока в новостях говорится, что людям придется в ближайшее время жить самим, так как восстановление суррогатов под вопросом и потребует времени. На этом все. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях и подписывайтесь на канал. Всего хорошего!